Итак. Вот, товарищи, обещали. Делаем. Это задача большая. Даже больше, чем Брейкинг-Бэд, извините. Я бы сказал, больше, чем Брейкинг-Бэд и сериал Рим вместе взятый. Хотя, конечно, некоторым образом два сезона мы уже разобрали. С конца начав. Или один. Точно. Отвратительный восьмой мы разбирали. А начать нужно с хорошего первого. И так пойти постепенно до конца. Как советовал Козьма Прутков? Надо начать сначала и идти до конца. Проверенная схема. Так работает. Вот первая серия. Вот, товарищи. Первая серия – это то, как надо вообще снимать. Не только сериалы, но и, в принципе, снимать. Вообще все. Потому, что печальное сравнение. Вот посмотрите. Зулейка. Только что нас мочила Зулейка. Или, я не знаю, вот пальцем попадите за ближайшие 5-8 лет в любое... Например... Хотя, конечно, далеко не только. Но, например, отечественное кино. Вот меня сильно просили, но я все-таки отвертелся от разбора фильма «Огонь» с Константином Хабенским. Это ремейк американского «Дело храбрых». Про пожарников. Пожарных. Пожарников. В общем. Которые огонь тушат. Тушилы. Тушилы, тушилы. Бог мой. Я смотрю 10 минут фильма и вообще не понимаю, кто это. Я понимаю, что люди, которые тушат огонь. И этого сомнения никаких нет. Главный герой Константин Хабенский. Он как экспонирован. Он 2 минуты ходит среди пожара и жует зубочистку. Мне это должно что-то намекнуть, что он офигенно крутой профессионал. Возможно, как Сильвестр Сталлоне. Марион Кабретти. Кобра. Известный фильм такой. Я про него не понял. Ничего. То есть, экспозиция равна нулю. Я не сочувствую и не сопереживаю никому. Потому, что для меня это просто Костя Хабенский. У которого все хорошо. Я точно знаю, что у него все хорошо. Его никто сейчас не будет сжигать. Ты за него не переживаешь. Не сочувствуешь ничего. Или не знают. А, если он Хабенский. Вот пожалуйста. Хабенский. Соби и Бобр. Его был фильм. Отвратительный. То же самое. Начинается фильм. Ходят какие-то нацисты. Я не знаю, это плохие люди или не плохие люди. Я-то знаю, что нацисты не очень. Но если я, например, какой-то человек, скажем, из Китая, из Таиланда, которые не в курсе отечественной истории, я их бояться должен. Или, наоборот, они хорошие. Да. Или у каждого своя правда. И я ничего не понимаю. Один ходил... Ходил один такой шерсть на носу. Больше не ходит. Задумчивое лицо. Потом плюнул и ушел. Плюнул. Появился второй. Тоже плюнул. А потом поезд едет. Это все к чему было? Это я даже... Ну, я не могу понять. Вы вообще перестали книжки по образованию, по профильному читать? С моей точки зрения полное отсутствие даже ремесленных навыков. Я не говорю про что-то там высокодуховное, глубокое. Даже ремесленных навыков нет. Потому, что это же основа, да бог с ним, с фильмом. Любой драматургии. Основа драматургии ровно в том состоит, чтобы все сопереживали этим самым своим главным героем или второстепенным героем за счет ассоциации с ними. Проассоциироваться с чем-то придуманным можно только, если ты там узнаешь о себя, своих близких, что-то знакомое, и если тебе про них будет хоть что-то известно. Если про них ни черта не известно, про них невозможно даже думать. Но какие-то люди ходят по экрану или по страницам книжки. Зачем они ходят? Мне почему это должно быть интересно? Мне это неинтересно. Потому, что я их никого не знаю. И вот, пожалуйста, «Игра престолов». Я бы с твоего позволения еще дополнил, что у меня вот стойкое чувство, что старшие товарищи, они ни в какие эти наши кинопроцессы не вмешиваются. То есть, полное отсутствие каких бы то ни было этих... Я не знаю, как их правильно назвать. Про худсоветы молчу, но кто-то взрослый должен смотреть за тем, что делают дети, и объяснять вот это вот так, вот это вот так, вот это вот так. А тут нет, дорогие дети. Делайте, как вам виднее. А что тебе может быть виднее, если ты дурак и ничего не умеешь? Ну, что тебе может быть виднее, если ты даже не владеешь основами ремесла, не говоря о каких-то там вершинах. Вот эти люди ничего не понимают. А я сделаю... А я считаю так нормально. А я считаю, что ты дурак. И это видно по твоему, так называемому, творчеству. Вот как-то неприятно даже это. Ну, кстати, вот фильм, если уж мы про него вспомнили, «Огонь», цельно тянутый у американцев. Во-первых, добро бы его цельно утянули. Так его же спортили. Американский фильм очень сильно. А это кто деньги давал? Да это ж Тритте, Никита Михалкова. Никита Михалков, это ж глыба вообще-то. Он точно понимает, как это все делать надо. При всем неоднозначном к нему отношении, скиллами ремесла он владеет, дай боже, каждому. Он что, почему он даже не попытался посмотреть, что у него в веренной территории происходит? Вот это для меня загадка. Я вообще не понимаю. Ну, как так? Ну, как так? Вы же, ну, ключевое-то. Это все для того, чтобы заработать денег. Начнем отсюда. Ну, деньги-то заработать может только качественный продукт, который зрителя вовлекает в тяге. Хочется быть похожим. Переживаешь за этих людей и прочее. Нет, давайте на все это наплюем. Нет, еще можно другим способом заработать денег. Можно, например, поставить 10 тысяч сеансов, подвинув вообще все вышедшие одновременно фильмы в разные стороны. И так как ходить будет некуда больше, пойдут туда, что ты предложил. Ну, это не сильно помогает. Не сильно, конечно. Как ты там не старайся и как ты там не коричься, не помогает. Но, тем не менее, мне очень странно, потому что вещи настолько примитивные, которые... Вот открываешь любой учебник по драматургии, неважно, театральный, кино, книжный, пофигу. А лучше, между прочим, и то, и другое, и третье бы открыть. Ладно, что-нибудь одно берем. Это ж первая страница. И везде одно и то же написано. Американские, французские, японские. Они все одинаковые в этом отношении. Потому, что это... Ну, как ты дом строишь. Ты же его не с крыши строишь, а с фундамента. С крыши дом очень редко строят. Так как-то не принято у людей обычно. Потому, что фундамент сначала поставить надо, потом уже думать. Если у тебя Исаакиевский собор, сначала колонны туда приволочь, потому что иначе никак. Потом построить стены, потом под крышу завести. Ну, и если у тебя нет фундамента и подготовленной под фундамент сначала площадки, у тебя дома не будет. Точка. Все. Можно расходиться. Мероприятия не удалось. А тут, пожалуйста, все подходят к этому так называемому творчеству с той стороны, откуда у него межушный гангли прогудел. Поразительно. Удивительная какая-то фигня. Это причем, я не говорю, что это только у нас. В закордоне то же самое. Это массовое какое-то отступление от всего. Ну, я смутно представляю, так сказать. То есть, пока не было интернета, выделиться можно было только умом и способностями. Как в известном анекдоте. Умом выделяться надо. А когда появился интернет, а что такого? Я тоже могу книги писать. Да мы не сомневаемся, что ты можешь. Только это говнокниги будут. И вот они, кстати. Вот говнокниги. А что такого я кино могу снимать? Тоже не сомневаемся. Вот оно твое кино. Сплошное говно. Как тут? Позавчера вышел очередной трейлер второго сезона «Ведьмака». Нам будет о чем поговорить. Я, тем более, теперь игрузку прошел. Третью? Ну, да. Со всеми дополнениями. Прекрасно. Это не то слово «прекрасно». Я вот даже, кстати, не знаю. Ребята, вы когда снимали фильм «Ведьмак», в смысле сериал «Ведьмак», вы ж... Не пробовали посмотреть. Вы ж ее с игрушки делали. Это ж по всему видно. А вы не пробовали взять сценарий игрушки, взять там, понятно, основной сюжетный стержневой момент и по нему целиком снять сериал. Там уже все написано. И написано очень... Внимание. Очень хорошо. Вам не снилось, как там хорошо написано. Зачем вы придумали свою снягу эту? Ну, они такие оригинальные. Так вот, вот эти голоса из-под нар, где там все эти лепреконы сидят. Внезапно они оказываются таланты, творцы. А че такого? Я тоже могу. Не можешь. Не можешь. Нужен талант, елы-палы. Кто-то там тебя должен потрогать за какое-нибудь место, и ты действительно тогда сможешь. А вот эти вот... А че такого? Я книжку прочитал, сейчас вот я сделаю. Причем в книжке-то, очевидно, херня же написана. Здесь можно не так, и тут можно не... Я всем рекомендую, когда которые могут, и они не такие. Я всем рекомендую. Ребята, вот про основы ремесла. Займитесь боксом и скажите. А я тоже могу. Че я тут не видел? Господи. Че я тут не видел? Врыл дать, что ли, не могу? Отличненько могу. Ну, давай. И че там такого бить по роже друг друга? Там не думать не надо ничего. Попробуйте. Однако ведь тоже, когда начинаешь заниматься, например, боксом, там тоже есть некие основы, без которых лучше, в принципе, не начинать. Покалечишься, и смешно будет. Или покалечат. Да. Ну, скорее, сам ты покалечишься. Упадешь не туда, и прочее, прочее. То есть, есть моменты, без которых нельзя. И вот Игра Престолов, вот в лице эталонного первого сезона, допустим, первого эпизода, первого сезона, о котором мы сегодня говорим, вот это вот пример того, как надо делать. Потому, что там все сделано строго по канонам идеально здорово. Есть некая завязка. Потом богатейшая экспозиция. Причем экспозиция-то какая? Тут, товарищи, шесть минут. Шесть минут. За эти шесть минут мы узнали про всех все. Ну, конечно, далеко не все, но вполне достаточно, чтобы нам стало интересно, мы втянулись в повествование, поняли, о чем речь, и стали сопереживать тем или иным персонажам на экране. Редактор субтитров А.Семкин